Добрый вечер, меня зовут Андрей Бубукин, я ведущий программы Ужин для чемпионов, бизнес-тренер-коуч. Спонсор нашей программы – компания АБ-тренинг, эффективные тренинги для персонала. Мы превращаем скучающих работников в команду, нацеленную на получение прибыли. Сайт abetrening.ru, телефон в Москве 784-5862 с кодом 985. Наша программа называется Ужин для чемпионов. Чемпион – это человек, который смог в своей жизни добиться необычных результатов. Это успешный человек, человек, который реализовал свою мечту. И я представляю нашего чемпиона – это Олег Кулик, художник, один из ярких представителей московского акционизма. Олег, в частности, известен своими перформансами, в которых представал в образе человека-собаки. Он известен также из саляции «Теннисистка» и так далее. Добрый вечер, Олег! Здравствуйте! Я думал, что вы не обо мне говорите вначале. И тема нашей сегодняшней беседы – «Быть не похожим на других». Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 6, код города 495, задавать свои вопросы нашему гостю, высказывать свое мнение. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm Олег, вот вы говорите, что даже думали, что не о вас. А что, это было так давно, что вы не помните этого? Нет, не то, что было давно, но просто я не привык в таких категориях, знаете, вот человек, который добился успеха тем, что как бы там презирал чужое мнение. Не-не-не-не, подождите. Я не сказал, что презирал чужое мнение. Нет, я такого не говорил. Я сказал быть непохожим на других. И чемпион – это человек, который добился успеха в жизни. А, кстати, а как вы понимаете успех? Ну, я не очень в такой категории, скажем так, измеряю то, что я делаю. Потому что как раз очень часто происходит какой-то неуспех, напряжение, скандал. То есть ты не чувствуешь себя комфортно во время тех или иных перформансов, акций, скажем так, художественной работы. Ну, как артист на сцене. Он может испытывать жуткий стресс. Но здесь еще стресс связан с тем, что я должен как бы действовать на неподготовленную публику. Публика не знает, что это искусство. Когда перед тобой появляется голый человек и начинает мычать, так как-то спокойно, уверенно. Ну, пять человек, человек минут изумлен. Потом через десять минут он смотрит, как на что-то такое, ну, как бы вроде как так, видимо, и должно быть. А через десять, пятнадцать минут ему уже нравится. Но он не понимает, тогда ему не нравится все остальное. Вы знаете, вот в нашей жизни существует много таких священных коров или вещей, которые люди считают как бы само собой разумеющимся. Ну, например, есть такое утверждение, что классическая музыка – это хорошо. И когда проводятся опросы общественного мнения, вы не поверите, больше пятидесяти процентов опрошенных говорят, что они обожают общественную музыку. И при этом, если мы спросим их, а какую конкретно вещь вы любите больше всего, ну, допустим, там, вальс Святов Чайковского, вопрос, скажите, пожалуйста, а когда вы слушали последний раз вальс Святов Чайковского, и у человека сразу получается такое выпадение? То есть вот такие священные коровы, с одной стороны, как бы оно есть, а с другой стороны, на самом деле, как бы оно нет. Это просто внешние заявления. Вот то, о чем вы сейчас рассказали, тоже очень похоже на это. Ну да, это как в нашем обществе задать вопрос, так сказать, а верите вы в Бога? Процентов 90 скажет, что верят. Ну, если не больше. Да, а если, так сказать, еще раз спросить, в какого, как, что, ты поймешь, что человек абсолютный атеист. Абсолютно он как бы, но он делает вид, что, что-то, ну, как важно, как сказать, что я вот коммунист, или я, так сказать, люблю детей. Ну, как на всякий случай, чтобы ты был приятным человеком, безопасно, как бы, иначе подумают, как-то ты не веришь в Бога. То есть человек выметил, что он как бы подстраивается. Конечно, встраивается, ну, даже интуитивно, что-то он идет, как бы, там, по посвященной стороне, как животное. Заходит, где тепло, холодно, руку отдергивает. Также, знаешь, что, как бы, если я скажу, что нету Бога, ну, как-то это сказать, можешь, меня не возьмут на более высокую должность. Мы же, меня в компанию, не возьмут людей, которые все говорят, мы любим Бога, мы любим Бога, мы любим Бога. Ну, на это и я люблю Бога. А знаешь его? Знаю, знаю, все знаю. Вот, надо сказать, а Бога нет. В нашей стране это выглядит сейчас, как, знаешь, как странноватая шутка. Но так же 30 лет назад выйти, нужно сказать, что Бог есть. В нашей стране было. Это странно, понимаете? И те же люди были у власти практически. Ну, это понятно. Во Франции это называется переворачиванием пиджаков. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас еще раз звонить к нам в студию по телефону 65 10 99 6, код города 495, и задавать свои вопросы, может быть, просто пообщаться с нашим интересным гостем. Олег, ну, для того, чтобы люди, которые нас слушают, были больше в курсе, расскажите, пожалуйста, о себе, ну, то, что считаете нужным, то, что с вашей точки зрения может быть интересно для наших слушателей. Пожалуйста. Вы знаете, я художник, который художником был еще в детском саду, и поэтому выбор профессии не состоял. Но всегда было вопрос, а что такое искусство? Так как ты начал его профессионально, скажем так, осваивать с детства, все время менялось предназначение его. И было понятно, что в искусстве самое интересное, не то, о чем оно говорит, а то, как оно говорит. Вот этот момент. Это не все художники разделяют. Многие художники, огромное количество, находят какой-то прием и дальше как бы рассказывают какие-то интересные, глубокие, важные, священные истории. Ну, как они считают. Да, как они считают. А есть люди, которые переживают просто невероятную радость реальности и пытаются эти состояния просто из ничего, из этого, из реальности же и материализовать в образе художественном. И поэтому часто это искусство рассказывается слишком живым, слишком скандальным, слишком как бы еще, знаете, не мертвеньким. Знаете, это не чучело. Там много, может быть, непредсказуемых вещей. Вот. И поэтому вот этому искусству я посвящаю всю свою жизнь, которая работает на стыке живого и мертвого. То есть это такая граница. Я нащупываю границы возможного. Не то, что хочется кого-то оскорбить, но, понимаешь, в какой-то момент надо признаться в любви. Тебе было вот еще вчера 13, ты не мог признаваться в любви. Тебе это вопрос не интересовало, и как бы это вообще какая-то была такая. Тебе наступает 15, понимаешь, и ты вдруг как бы говоришь какие-то вещи, которые раньше и подумать было невозможно. А что ты делаешь 15 лет? Вообще страшно. Рамки дико расширились. Но когда-то надо нужно задать этот вопрос. Они уже расширились или нет? Кого? Это у папы надо спросить, у там собственного организма, как бы, у священника. Это все ромируется при этом. То есть вы думаете, что надо спрашивать, или все-таки это понятие приходит само? А вот каждый решает для себя сам. Я считаю, что надо, как бы, может быть и спрашивать, но надо прислушиваться к своему организму прежде всего, к своему, так сказать, духовному организму, физическому, психологическому. Ты видишь, как это фальшивая граница. И все делают вид, что как бы ее не замечают. И вдруг ты и говоришь, что вы знаете, так в нашем обществе случилась очень интересная вещь. У нас люди, которые как бы порицали религию, теперь ее навязывают. Это странное извращение. И начинаешь это обсуждать психологически. Это же влияет на наше общество, на наших руководителей, на всю ментальность. Французы это такие, англичане они такие люди, а русские какие? Говорят одно, думают другое. Очевидно. Мы это развяжем определенные ярлыки. Это шизофрения. И художник делает вид, что не делает вид. Он не делает вид, что он понимает, что происходит. А что происходит? Как это так? Вот так и вот так. Вот так и вот так. И возникает какое-то напряжение. Но он это может вдруг, эту бессознанку, как бы изобразить. Неважно каким образом. Скульптуры, видео. Современное искусство работает очень часто с таким видео, почти документальным. Но ты понимаешь, что там есть какая-то манипуляция. Что это как бы некоторые, они показывают образы возможного. То есть реальное, но возможное. Это вызывает жуткий скандал. Я не такой. Смотрите, если я вас правильно понимаю, то вы придерживаетесь такой точки зрения, может быть вы ее не сформулировали четко, но как я услышал, что главное это не форма как таковая, а то, какое эмоциональное состояние возникает у человека, когда он сталкивается вот с тем, что вы создаете. Нет, именно главная форма. Главная форма, потому что только через форму. Ну а для чего она форма-то, в конце концов? Чтобы именно остановить мгновение. Так вы останавливаете мгновение для кого-то? Нет. Или для себя? Нет, не для кого-то, не для себя. Мгновение останавливается именно для формы. Если проявляется форма, которая может передать это мгновение другому человеку. Вот, все-таки другому человеку. Ну конечно. Но через форму, не через мысль какую-то. Да, да, да. Вот. А то, что и третий, и пятый человек прочитает, это о чем говорить, что если есть форма, то есть и мысль. Когда иногда человек говорит, я все понимаю, но сказать не могу. Ничего он не понимает. Если человек не может сказать, он ничего не понимает. Если он есть что сказать, он в образе художественном, просто в литературном слове, вдруг четко говорит, какой-то смысл, который многим людям понятен, их волнует многих людей сразу. Но он, как правило, взят из реальности. Это чуть-чуть переработанное, условно говоря, пропущенное, ясное сознание, нестереотипное мышление. Вот мы идем и видим огромное количество людей. Они все злые. Ты вдруг такую эмоцию говоришь. Знаешь, как все. А ты там толстые, тонкие, худые. Как понять, что не все? Ну, это атмосфера какая-то. И ты вдруг видишь, что это правда. И почему? Для вас правда. Ну, почему? Я могу ее изменить при этом. Я говорю, и ты такая. Ха! И такой хлопок такой резкий в метро. Все так вздрагивают. И вдруг ситуация поменялась абсолютно таким магическим образом. То есть это маленький перформанс. Но все сбились как-то. Они вдруг, знаешь, выпали из своих каких-то стереотипов, своих там раздражений. И так идут все. Какой-то взгляды какие-то. Что такое было? Что-то произошло? И так друг друга видят. И просто в переходе меняется атмосфера. Я с людьми это проделывал. Просто свет разливается. Ну, вы просто веселый человек. Вот вы знаете, некоторые средства массовой информации называют вас эпатажным художником. А вот как ваши близкие относятся к тому, что люди называют эпатажем? Вот то, чем вы занимаетесь. Смотрите, ну мои близкие все-таки. Это близкие люди. И они знают то, каким я являюсь реально. И они любят меня, так сказать, терпеливого, любящего и нежного мужа. Сына, брата и, так сказать, любовника. Ну почему нет? Это же жизненная... Вот. Отца юной девушки. А окружающие люди сталкиваются со мной как с художником, у которого есть одна простая позиция, что искусство — это как бы агрессия всегда. В том смысле, что любое новое слово, любое новое ощущение, любой смелый образ — это агрессия просто вашего внимания. Я волей-неволей вырываю вас из какого-то такого более серого ряда. И, в общем-то, все новое, оно всегда выглядит скандально. Но представьте себе, все наши россияне, дорогие, любящие, слушатели радио «Финам ФМ», очень любят импрессионистов. Ну просто все, там, 99%, я знаю, ходят просто и тащатся, и вообще в Пушкинский музей посмотреть на вот эти вот как бы расплывающиеся соборы Мане. Но никому волну не приходишь. На первой выставке зрители зонтиками тыкали. Я делал какие-то вещи, может быть, и не очень хорошие, но у меня зонтиком не тыкали. Гритики писали, что эти так называемые импрессионисты позволяют себе и так далее. Да, да. Проходит 20 лет, это просто, так сказать, бум, это самые дорогие художники, и всем вдруг нравится, и все удивляются. Ну что ему могло не нравиться? Но по сравнению с тем временем, когда это было создано, это было такое время классицизма, прописанных фигур, этих выписанных манерных позм, пустое, выхолощенное классистическое искусство. И вдруг появляется вот это вот совершенно... У человека ощущение, что стресс, у него глаза расплываются, он так не видит. Я так не вижу, и тычет зонтиком, чтобы проткнуть глаза этому. Ну это близко, отойти подальше, увидит. Ну отойти лет на 25 подальше, послушать критиков, восторги, цены, как бы, потом выводили, да, ну наверное, все это за это можно Мерседес купить, это красивая картина. Ну это если все говорят, то и я говорю, но и система присоединения. У меня только что вез таксист какой-то, таджик, он говорит, а вы художник, да? Да, я говорю, ну скажите, ну почему черный квадрат Малевича так дорого стоит? А кстати, почему черный квадрат Малевича так дорого стоит? Интересный вопрос. Я думаю, как бы вы объясните, ну как бы там, ну история, ну концепция, да-да-да. Я говорю, ты понимаешь, черный квадрат, я говорю, это основа советской власти. Это ее главный образ и символ, ты понял? Понял, конечно, еще и сразу так сказали. Кстати, Олег, вот за ваш рассказ вы несколько раз озвучили слово реальность, а с вашей точки зрения, а реальность, что это? Это очень просто, реальность это то, что непредсказуемо. Вот если я вас взгляну за нос и дерну, вы очень удивитесь, но это будет реальность. Ну я могу что-нибудь другое сделать, то, что вы не ожидаете нестандартно. Все, что с нами случается, это реальность. Все, чего мы хотим, это фантазии. И, грубо говоря, дьявол. А вот как мы узнаем, что это реальность? С помощью чего? Потому что мы не готовы, как бы, мы не готовы к... Это такое ощущение, ну, в любви это может быть радость, мы не знаем, что будет дальше. А в жизни это стресс. Мы не знаем, что будет дальше. И вот когда мы радуемся, или там даже не радуемся, но вот воспринимаем, это вот случилось. Не как, с точки зрения, как нам выжить, а как это произошло. Как это, как бы, то есть мы этого не ожидали. Это вот есть проявление реальности. Потому что вы не опишите всю реальность. Но вот это ощущение, где ваши ощущения реальности, это когда вы не повторяетесь. Когда вот вы заходите за поворотом, и не знаете, там появится девушка, крокодил, волк, собака, дождь, снег. Но вы рады, что бы там ни произошло. Вот это, ну, вы можете не быть рады этому. Лучше бы были бы рады. Но вы выходите, и происходит нечто. Вы этого не ожидали. Это проявление реальности. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы создаете ваше произведение, какие цели, какие задачи вы перед собой ставите? Я ставлю одну очень важную цель, что если только появляется цель, убей ее. У искусства цель может быть только, если она обслуживает каких-то проституток, каких-то политиков, каких-то, так сказать, там, якобы религиозных деятелей. Цель искусства — это искусство. Как цель жизни. Она никуда не спешит. Она находится в рамках вот этой формы проявления смысла, чтобы реальность как-то сказала, заговорила. Это некоторая такая работа с языком. И все. Это содержательная часть. Есть там Илья Глазунов, но вот за содержанием к нему. Я человек бессодержательный, но формальный. Олег, мне вот очень интересно. Вот вы говорите обо всех этих вещах. Вы когда, когда вот это появляется, то есть когда вы это создаете, да, вот вы это делаете для чего? Для себя, для людей? Или вы вообще об этом не задумываетесь? Вот что вами движет вот в этот момент, когда вы создаете ваше произведение? Ну, понимаете, нет уже такого меня создающего произведения. Есть я. Нет, в смысле, какого-то отдельного меня. Вот я только что был на съемке, там, вытаскивали машину из снега. Я не делал там произведение. Но меня это произвело, вероятно, впечатление. Ну, это слово, вы же понимаете, произведение, это просто, ну, такая форма, которая обозначает определенные понятия в данном контексте, да? Ну, вот просто поэтому я его озвучил. Ну, хорошо, когда вы делаете то, что вы делаете, давайте уберем слово произведение. Ну, я не делаю это, чтобы выразить какой-то смысл. Смысл появляется в процессе. Я в каком-то смысле живу, и есть процесс один, который я перерабатываю давно. Это одно произведение. Меня интересует вот эта граница перехода живого в мертвое. Вот, и разные как бы стадии вот этого, этой фиксации. В процессе я делал рамы стеклянные, я смотрел на жизнь непосредственно. Потом делал перформансы, где сам был как бы участник жизненного процесса. Потом делал постановки опер, которые, ну, осмысляли такой жанр литургии, но в светском пространстве. Как происходит перемещение людей, восприятие зрителей. То есть вот эти, и это все как бы один процесс интересный, в котором возникает, ну, побочные продукты, главный продукт, произведение искусства. Это как бы некоторая память, фиксация какого-то процесса бесконечного, где я в конце концов выясню, вот, где, как и почему отличается жизнь от искусства, где они переходят. Я уже это выяснил. Я вам говорю, что это очень важное для меня открытие. Оно может быть не какое-то великое философское, но формально дает очень интересные возможности. Это то, что живое, это то, что не повторяется. И вот эта попытка повторить, попытка, как бы, опять получить за то, что ты уже получил, знаете, как бы сделать сериал, вместо того, чтобы снять фильм. Вот. И тут и проявляется вот эта, как бы, смерть. Смерть жизни, смерть духа, смерть, как бы, каких-то, так сказать, твоих новых потенциальных возможностей. Вот. Поэтому мне очень важно в каждом произведении как бы не повторяться, грубо говоря. Но не повторяться не только там формально, но чтобы за этим было именно, как бы, другой язык и другой слух. Но суть одна. Я делаю рамы. Рамы, в которые вы можете посмотреть на реальность. Вот. Моя следующая выставка так и называется, кстати. Рамы. Вот. Ну что же. Это программа «Ужин для чемпионов». Мы вернемся в студию буквально через мгновение. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио Финам. И мой гость сегодня художник Олег Кулик. Мы обсуждаем тему «Быть непохожим на других». Уважаемые слушатели, если вы хотите добиться успеха в жизни и стать настоящим чемпионом, если вас интересует, как это сделать, или у вас были в жизни подобные случаи, задавайте вопросы нашему гостю. Мы в прямом эфире. Наш эфирный телефон 65 10 99 6, код города 495. Это можно также сделать на сайте по адресу www.finam.fm прямо сейчас. И у нас есть звонок в студию на линии Евгении. Добрый вечер, Евгений. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос Олегу. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, Олег. Спасибо огромное за совершенно потрясающую передачу. Олег, у меня к вам пару вопросов. Честно говоря, они вообще не про успех, просто исходя из вашей беседы. Первое, что является вашим мотивом участвовать в этих перформансах и выходить за границу своего комфорта, потому что это совершенно не характерно для человека выходить за границу своего комфорта. И второе, каким образом вам удается не попадаться в ловушку традиции, не костенеть и не становиться вот этой вот в кавычках классической музыкой, которую там все называют. Спасибо. Евгений. Да, Евгений. Евгений. Евгений, я, да. Ты не Евгений, я не Евгений. Ты Евгений. Значит, а какой первый вопрос был? Первый вопрос, вот как вам удается выходить за рамки, не костенеть, да. Ну, это как бы один общий такой вопрос. Ну, как-то удается, я не знаю, если это удается. Такой вопрос, так не стоит у меня вопрос, выхожу я за рамки, за костенеть или не выхожу за рамки, есть шило в заднице, это да, этот момент. И вот по проводу комфорта, что все любят комфорт. Вы знаете, вот я знаю довольно большое количество людей, которые через три дня комфорт начинают беситься, скакать, прыгать, куда-то лететь. Я с этими людьми путешествовал по Монголии, по Тибету, которые объезжали диких лошадей. И в них какой-то есть такой, как Гумилёв бы сказал, пассионарный заряд. На диване он будет мучаться и страдать. А вот, как бы, так сказать, в голодной пустыне, так сказать, там, пробираясь, находя, разжимая костёр какой-то, выживая, вот это ощущение дикого как бы восторга, им присуще, и как бы они совершенно... Ну, и такой элемент у меня тоже есть. Поэтому для меня дискомфортная ситуация, такая конфликтная, ну, такая творческая. Вот, это ощущение, что ты живой. А комфорт, даже, так сказать, там, какой-то разумный, вызывает ощущение, какой-то такой целлофанового пакета на голове. У нас есть ещё один звонок на линии. Андрей. Добрый вечер, Андрей. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос Олегу. Добрый вечер. А у меня, знаете, какой вопрос? Вот, соотношение творчества и профессионального мастерства, поясню. Вот, художник, прошедший определённые стадии обучения, я имею в виду классические, и занявшийся современным искусством, допустим. Вот в музыке современной, это более ярко выражено. Я имею в виду не рок-музыку популярную, а классическую, современную. Ты должен пройти определённые стадии. Вы спрашиваете про мастерство, как бы, такое... Да, вот, меня интересует... Резчика по дереву. Отношение Олега вот к этой области, потому что я по образованию искусствовед. Ну, я скажу, у меня есть очень простая позиция, очень простая и чистая. Резьба по дереву, литьё металла, гравировка стекла, фотография. Это очень сложные технические дисциплины. Вот просто, как сам момент воспроизводства, производства. И этому долго учиться, и для этого должны быть определённые таланты. И поэтому настоящий художник не должен сильно на это тратить усилия. Он должен знать все техники понемногу. Ну, в чём-то, может быть, даже быть и великим. Это вторично, это не важно. Это момент исполнения. Если вы, как искусствовед, вы, наверное, знаете, что в Древней Греции великие художники вообще не касались материала. Они так вот чертили на песочке линию, но эту линию должен передать, как бы. И в этом была вся... Любой дурак там в Греции мог слепить вам любую, так сказать, Венеру Милоскую. Но какая-то Венера Милоская, что в ней особенного? Как размещена грудь, как повернута голова, как размещены руки, какой изгиб? Это должен рассказать художник. Это видение своё. А дальше он может это сам исполнить. Но лучше какой-то осёл с хорошим глазом, крепкой рукой выпил 100 грамм. Идеально выдолбил этот изгиб. У хорошего художника руки трясутся, голова, он, понимаешь, он весь как бы под высоким напряжением, он долго не живёт. Вы видите, что просветление, как и талант, не способствует жизни. Вы как и существует, должны знать. А вот люди такого физического труда, хорошей координации, хороших отношений с близкими, семьянины, живут долго, работают качественно, и нихера не понимают жизни. И не надо. Это и продляет им жизнь, и делает их руку твёрдой. У нас есть вопрос с сайта. Ирина спрашивает. Дочь учится в художественном училище на первом курсе. Ничего не успевает. Посоветуйте. Что делать? Не успевает в смысле учиться, да? Ну, ничего не успевает. Я не знаю. Я просто цитирую то, что написано у меня. Дочери надо, во-первых, отрегулировать сексуальную жизнь. Очень важно. А потом всё-таки заняться чем-то очень простым в искусстве. Не охватывать его целиком. Чем-то конкретно, руками, каждый день понемножку делать. Только это учит художнику. Болтать, думать, читать это 10%. И то не в начале. Нужно как бы почувствовать вкус к этой чувственной материи, в которую ты переливаешь свою душу. Это странный процесс, магический, мистический. Не поймаешь, всё остальное не будет радовать. Это как в сексе. Нужно научиться получать совместный оргазм. Олег, вы сказали очень интересную вещь, что вы были на Тибете. Да. Вы знаете, я тоже там был. И мне интересно, а вот два вопроса таких, это от меня лично. Во-первых, зачем вы туда ездили? И второе, что вы там нашли? Ну, вы знаете, я не совсем стандартно ездил, здесь это можно рассказывать. У меня много друзей буддистов, таких практикующих, давно, таких очень серьёзных. И мы с ним всё равно ведём дискуссии такие, потому что я как бы отстаиваю то, что буддизм всё-таки такая, дохристианская религия, она чёрная. Ну, вернее, работает с тёмными силами, поэтому там как бы нету страха Божьего вообще. Вообще считается, что буддизм, он в большей степени даже философия, чем религия. Да, ну, это сейчас они так хитро рассказывают, что философия и религия, это гораздо более религия, чем христианство. Вот христианство, это настоящая философия. Она заставляет человека мыслить. А там рассказаны все этапы, все... Это такая... Это просто большая инструкция по тому, как заниматься чёрной магией. Грубо говоря. Ну, выживать в этом мире, правильно всё воспринимать. Как бы ясное сознание. То есть Бога там нету. Это как бы... Это как... До-религия, пред-религия, может быть, супер-религия для кого-то, для кого нужны только ментальные игры. Но кому нужна вера, кому нужно жить именно настоящей энергией, а не украденной, тому, конечно, нужен следующий шаг. Но в Тибет поехали по очень простой причине. Далай-Ламе нужно было передать какие-то письма гелупы, монастыри, какие-то письма с каким-то ламой. Это нельзя было передать письменно. И для ламы нужно было прикрытие этого. И никакие американские, английские группы не годились. Русскую группу настоящих буддистов, которые идут как бы паломники, их китайцы меньше шмонают. Но Далай-Лам, он же в Индии живёт. Так вот надо было в Тибет передать письма. А, от него в Тибет передали. И один лама, от ним посланец, был нашим как бы искусствоводом, но русской группы. А русскую группу очень мало шмонали. И мы какие-то заставы, за взятки переходили. Там же вся Тибет, вы знаете, поделён. И в общем-то в монастыри многие нельзя попасть. Просто запрещено. Именно потому, что там как бы знают по историю Тибета. Там образованные люди. Но я был на туристском маршруте, где все монастыри открыты. Я был 3,5 тысячи... То есть я был 3,5 месяца. О, это срок. И мы именно им находили по... Нам надо было найти 4 монастыря. В каждом мы прожили по неделе. И там какие-то были переговоры, тёрки. Вот. Но мы проводили пуджи, мы веселились. Приезжала полиция с автоматами китайской. Насмотрели, там проверяли, что мы, что мы. Ну такие... Они настоящие буддисты эти ребята. Я был один такой как бы вот христианин. А вы были в таком же внешнем мире? Мне была огромная борода, что очень кибетцам лысым очень нравилось. Дети трогали меня. Они вообще считали, что я какой-то там выполненопланетянин. Шаман. У них вообще у людей нет волос, у мужчин. Очень гладенькие тела такие. Вот. И поэтому я тоже, я впадал в эти все состояния. Я, так сказать, медитировал. Меня даже тибетцы там лама запрещал медитировать. Я очень легко уходил в эти состояния. Невероятно. Там толкаются люди, ходят священники, дымят, кодят. И ты в горах сидишь. 15 минут такого дыхания полухоллотропного с концентрацией на кончике носа. Тебя улетают. Ты улетаешь на 3 часа. Тебя потом находят, прямо там приводят состояние. Возвращайся. Тебе нельзя медитировать. Ты уже познал опыт безличностной смерти. Возвращайся к себе и займись конкретными делами. А что вы оттуда для себя вынесли? Что Бог есть. Вот живой, руководящий, действующий, но через какого-то очень просто немножко другая система. То есть, если ты радуешься всему внезапному и случайному и какому-то неожиданному, то ты находишь какой-то ключ в этой реальности. Если ты этого боишься, то ты волей-неволей теряешься. У тебя нет подсказок. Ты ждешь только инструкции от высшестоящего или там нижестоящего или от своего тела на худой конец. У тебя нету коридора такого, который тебе вот вот это делай, вот это надо делать, вот это. Все возможности сами появляются. Ты только правильно реагируешь. Ты не убегаешь от них. Все вызовы принимаешь. Кстати, вот до этого вы говорили, озвучили такое слово, как вера. А с вашей точки зрения, а что это такое вера? Вера это очень просто. Это тоненький канатик, это маленький мост, это шаткий эти самые, переход к доверию, к знанию. Но доверие, это ведь тоже слово, которое включает в себя слово вера. Конечно, конечно. Но ты доверяешь просто реальности. Или там, ты назови это как угодно. Бог, Будда, Дух. Мой дедушка, например, очень любил говорить шепотом, высшая сила есть. Это он так говорил, что как будто, знаешь, типа там, КГБ за тобой. Заклинание. Да, это есть. И я понимал, что если дедушка так говорит, что это, что дедушка был такой балагур, весельчак, но когда тут он такой у него серьезное выражение, спокойно, высшая сила есть. Он был весь изранен, прошел все войны. Он знает, о чем говорит. В окопах атеистов нет. Любимая фраза. Вот как только жареным запахнет, ты увидишь, как все как бы замолятся, закричат, завизжат. И просто реально как бы там, знаешь, будут выполнять все требования. Вот, так что. У нас есть вопрос с сайта. Валентина спрашивает, говорят, чтобы научиться рисовать, надо сначала набить руку и копировать великих. Что вы об этом думаете? Я думаю, что для начала лучше набить морду и сказать, не надо рисовать. И когда вот он захочет рисовать, вот тогда, не надо никаких рук набивать. Надо как бы душу открывать, быть чувствительным, быть восприимчивым, понимать, что ты хочешь, интересоваться, любить это. Всегда найдется кто-то с набитой рукой, которому можно будет набить морду и вам нарисуют все, что хотите за небольшие деньги. Есть куча профессионалов. Это в Грингрейце назывались работники, мастера, техники, которые там, не знаю, срубили эти скульптуры, не художники. Художники пьянствовали и философствовали. Они как бы были проводниками духа. А рисовать это все, как бы это угло, это грузуно учит таких людей, которые столовые расписывают. Но это здорово, то тоже нужно. По-другому ведомству. Это называется не искусство, это называется дизайн, мастерство, как угодно, ремесло, ремесленники, делают горшки, делают картины, делают скульптуры, делают инсталляции, снимают видео. Что делает режиссер в кино? Кино снимает оператор, играют актеры, сценарий написал этот. Там все как бы, режиссер атмосферу делает. Какую атмосферу? Если он пришел, с перегаром воняет, или у него злое настроение, или он похотлив. Понимаете, вот эта атмосфера, и опишется имя его. Все эти люди там дальше. Ну он как создатель. Ридли Скотт, а Ридли Скотт пьяница и как бы скандалист. Надергал каких-то таких же фриковых персонажей. Они что-то ему слабали, сняли, озвучили. Профессионалы потом это выкатили. Все говорят, какая фантастическая мироощущение. У нас есть еще вопрос с сайта. Денис спрашивает. Здесь три вопроса, поэтому я их озвучу по очереди. Первое. Почему современное искусство так не популярно в России, хотя в мире оно в тренде? Ну я думаю, что это просто вопрос времени. Мы просто 20 лет как открытая страна. Вы знаете, ведь Сталин запретил все, вернее ничего не запретил, кроме современного искусства. Формализм был как бы уничтожен. И в этом смысле мы не получили удовольствия от игры с формой. И наше общество, все содержание, надо Бога найти. А иконы, все храмы в запустении были. Сейчас как бы наоборот, все храмы... Где Бог? Я забыл. Вопрос, так не популярно в России, а в мире оно в тренде искусства. Да, ну потому что там не было этой прерванной традиции. Не было как бы... И вот это вот... То, что началось с импрессионистов, прошло огромные стадии. Ну огромные, там они 20-30 лет до военного искусства, послевоенное искусство, формальное искусство, реалистическое искусство, новое. И общество получает удовольствие от этой игры, от этих перемен. Для них они... Это все импрессионисты. Вы поверьте, что как бы... Если Запад изобрел импрессионистов, Ван Гога, то дальше у нас как бы традиция прерывается. Но неужели Запад не изобретет что-то еще такое же интересное? Там появились свои Ван Гога, Энди Орхолы. Ну про Энди Орхола, может быть, слышали. Джаспер и Джонс и так далее, и так далее, и так далее. Ну потрясающих произведений, потрясающих решений. Мысленных, формальных. Просто революция началась. Только наши зрители только знают это в 20-е годы. Это черный квадрат. Но это только началась революция. Грубо говоря, ребенок родился, и они сказали, ужасный какой ребенок. А ребенок расцвел в лебеде. Как красиво мужчину и женщину. Они произвели море детей. И весь мир наполнен им. А мы так из-за границы выглядываем. А что это такое? Мы не знаем, как дети делаются. Мы не знаем, что такое дети. Мы только там... Нам власть сказала из глины лепить каких-то страшных человечков и пускать их в армию воевать. Знаете, из глины там лепили големов. Страна големов. Не знает, что такое искусство. Не знает, что такое наслаждение. Секса нет. Вообще непонятно что. Однопартийная система. Второй вопрос, он как бы продолжение первого. Тот же Денис. Почему у нас нет звезд среди художников? Ну, неправда. Звезды есть. Группа АЕС плюс Ф, которая сейчас получила, например. Гриша Брускин. Просто вы имеете из западного уровня, тоже есть. Илья Кабаков очень долго был вообще первым художником мира. Не всякие художники поднимаются. Эрик Булатов. Вот. Все это есть. И как бы... А Пусси Райт знают все. Вот как бы современные молодые художники, наши внуки, можно сказать. Про войну знают все. Номер пять сейчас в мировой табеле о ранге. Вот. Группа Пусси Райт. Вот. Где там и Джаспер Джонс, и все там великие и могучие, кто еще живой. Так что это неправда. Но я говорю, что мы только 20 лет занимаемся искусством. Сейчас вот произойдет революция. Сейчас появится социально острое, но формально очень сложное искусство. Это только сейчас мы до этого дозрели. Так что терпение. 20 лет назад вообще была одна галерея. И то там она, не знаю, там... Это Хрущев разогнал. С сапожным кремом. Но это не 20 лет, а вот сколько, 40, да? Ну, 40, 50. 50 лет всего лишь, башмаками разогнали и все, и по подвалам. Вот вылезли первый раз там на какую-то выставку, я помню, 87-й год. Вот, 87-й год, мой год. 25 лет прошло. Это что такое человек может сделать 25 лет? А на Западе этому человеку уже 150 лет. Он мудр, он прекрасен, он уже 20 раз переродился, а мы только-только, так сказать, влюбились первый раз. И третий вопрос того же Дениса. Чувствуете ли вы, Олег, свою ответственность и необходимость что-то с этим делать? Ну, я так понимаю, продвигать современное искусство или что-то? Вот я чувствую свою ответственность, что как бы вот если приедет мой ребенок, а у меня окна не заклеены, вот это я чувствую большую ответственность. Вот, а за искусство не надо переживать, Денис, не моя ответственность, никакая, да хоть мы там, это, знаете, как переживать за небо, за тучи, за облака, они прекрасны, могучи, вечны, и мы можем только, как бы, так сказать, приблизиться к этому величию Кайлаша и стать, и сфотографироваться на его фоне. Когда Кайлаш очень далеко, это вот я на Кайлаше. Понимаете, ну, Кайлашу настолько на тебя наплевать, это тебе не наплевать. Поэтому не волнуйтесь, со временем искусством ничего не случится, оно просто невероятно мощное, развитое, и просто, наверное, самое интересное, что есть в мире. То, что у нас, это не понимают, но, вы знаете, у нас до сих пор не понимают, что на Жигулях ездить нельзя. Огромное количество ездить на Жигулях в такую ледяную погоду. Это настолько странно. Это как бы, ну, любому идиоту на Западу он же не подошел бы на пушечный выстрел. Так что, понимаете, ну, как бы, перестанут ездить Жигули и современное искусство все тут примут. Потому что BMW, больше всего рекламируют BMW современные радикальные художники во всем мире. А какая машина больше всего любят русские люди? BMW. Это потрясающий дизайн, это форма. За этим вообще великая работа мыслей. Фидия, Пикассо, просто огромная традиция. BMW не появляется на пустом месте. Вы помните первые машины, которые делали не эти самые, не художники, а инженеры? Это были грузовики. Жуткие, вонючие, передячие грузовики. Пока не наняли художников, они не сделали там приличные машины. Но BMW делала авиационные двигатели, ведь это бояриши моторверки, то есть баварская фабрика по производству моторов. И до сих пор символ, это же мотор. Ну что же, это программа «Ужин для чемпионов», спонсор нашего выпуска компания «АБ-тренинг». Мы вернемся через мгновение. Мы продолжаем наш разговор. Я Андрей Бубукин, ведущий программы «Ужин для чемпионов» на радио «Финам-ФМ». И у нас в гостях художник Олег Кулик, один из самых ярких представителей московского акционизма. Уважаемые слушатели, я приглашаю вас звонить к нам в студию по телефону 6510996, код города 495, задавать свои вопросы нашему гостю, высказывать свое мнение. Вопросы можно также задавать прямо сейчас на нашем сайте по адресу www.finam.fm Олег, у нас есть вопрос из интернета через сайт от Семена. Над чем вы сейчас работаете? Где можно посмотреть ваши работы? Я надеюсь, если Бог даст, как говорят нынешние коммунисты. Выставка откроется 20 марта на винзаводе, которая будет называться Рамы. Вот я сейчас работаю над рамами. Сейчас, мне кажется, очень интересная такая тема обрамления того, что ты понимаешь под искусством. То есть, рама, как искусство, вернее, рама, то, как ты понимаешь искусство. Если вы понимаете, о чем я говорю, ну, я вас приглашаю прийти там 22-23 марта, это уже скоро, на винзавод, и вы увидите работы, в которых нет содержания. Абсолютно бессодержательные работы в буквальном смысле пустые рамы, то есть, пустой центр, но они очень наполнены, скажем так, энергией отношения. Там много такого, может быть, и кощунственного или какого-то неожиданного по краям вот этого отсутствия изображения, что даже вот в некоторых случаях эта мысль, это содержание восстанавливается, но восстанавливается совершенно неконтролируемый мной способом. Понимаете, как трудно описать произведение искусства. Вот ты описываешь, я-то ее вижу, но я понимаю, что не описывая каких-то элементов, не рассказывая, не рисуя ее, рассказать словами невозможно. Это образ художника. Ну, опишите картину Матисса. Какие-то плохо написанные какие-то кривые детские фигурки, которые там криво стоят по кругу. Знаете, знаменитые вот танцоры. Вот опишите. Какими-то цвета не попадают, лица не похожи, пропорции все не соблюдены. Гениальная картина. С точки зрения какого-то обывателя, Матисса надо расстрелять просто. Вот это оскорбление, я считаю, какой-то духовности. Если все-таки изображение Бога это как бы образец духовности, как считает иногда церковь, то это просто какие-то такие гламурные, такие детские личика подписанные. А любой Матис, любой Пикассо, любой Олег Кулик будет выглядеть на этом фоне как такая неумелая, грубая какая-то мазня. Ну, не зря же говорят, слово произнесенное есть ложь. Олег, давайте поговорим немножечко о вас. Вот без ложной скромности расскажите, пожалуйста, о том, что вы больше всего цените в себе как в человеке. я в себе как в человеке больше ценю желание стать пунктуальным. Представьте, что в честь вашего столетия для вас в качестве сюрприза организовали вечеринку. Вы тихо входите в дом через заднюю дверь и слышите, как наиболее значимые для вас люди разговаривают о вас и при этом даже не догадываются, что вы их слышите. Что бы вы хотели услышать о себе от своих друзей, родственников, коллег? Ну, я бы хотел услышать, что меня не хватает. Но это же столетие. Вы же тут, рядом. А, я еще живой. Вы еще, конечно, конечно. Что-то так ты нам надоел. Скажите, пожалуйста, а что для вас самое важное, когда вы активно участвуете в чем-то? Вот что вы переживаете, что вы чувствуете? Ну, все время по-разному. В зависимости от того, вот, все время по-разному. Мне трудно сказать, если я напил за чаю, то я думаю о том, что как бы, вот как все хорошо, как все прекрасно. Если у меня похмелье, то я думаю, какое ужасно, как я попал сюда вообще, что это за люди. Так что все зависит от состояния. У меня не бывает таких готовых реакций. А что для вас может быть полезным, позитивным вызовом в жизни? Полезным, позитивным? Второй ребенок. Это вызов? Конечно. Потрясающе. А почему вызов? Потому что, действительно, это единственное, от чего ты уйти не можешь. Ты от всего в своей жизни можешь уйти. Вот. А ребенок, это как бы, понимаешь, а это при этом другая жизнь. Он тебя заставляет жить другой жизнью. Это потрясающий вызов. Расскажите, пожалуйста, а какие, каким вы бываете в ваши лучшие моменты? Ну, что сказать, самые лучшие. Честно говоря, вот те моменты, которые, как бы, можно сказать, сделали меня художником, я не могу их назвать самыми лучшими. Потом, после вкуса, знаете, меня там избили в подъезде, но в этот момент я понял, что рамы, которые говорят об искусстве, должны быть не об искусстве, а это должно быть искусство. Понимаете, это потрясающая вещь, но я это, когда я вот ощущал, что сейчас вот как бы там меня жизни лишат. Может быть, били не так сильно, но было страшно. Но думать успел. Я так записал, это нарисовал, и теперь я как бы работаю 10 лет. И это событие было ужасно. Я думаю, ну вот еще бы разочек, я бы еще там чуть-чуть что-то понял бы. Понимаете, ну как бы страшновато. Поэтому я вот так это воспринимаю. То есть я иду за врагом. Я не иду за друзьями. Кстати, вот по поводу формы вы говорили, это и о буддизме говорили, это Буддак сказал, ну как говорят люди, которые его слышали и записали, что форма это пустота, а пустота это форма. Вот как вы можете это прокомментировать, вот в связи с тем, что вы сейчас озвучили? Ну, понимаете, пустота, просто те, кто знаком поверхностно с буддизмом, то совершенно будет введен в заблуждение, что для европейского человека лучше это слово переводить как наполненность как раз. То есть потенция всего. И в этом смысле ты просто пуст от привязанностей. Вот. И когда ты пуст от привязанностей, то в этом смысле ты имеешь все. Ты можешь переходить. Если ты привязан к чему-то, то ты имеешь очень мало. Поэтому это не пустота, которая пустота, это противоположность надо читать. Будда. Поэтому оно переводится в православии. Есть как бы тут тоже свои аналоги еще даже лучше. Это полнота бытия в Боге. То есть как бы ты передаешь весь негатив другому. Главный негатив славу. Почему мы говорим слава Богу все время говорим. Что весь негатив от желания славы. И когда мы передаем это, мы ощущаем это соборное ощущение, что открытая душа, чистая, никому она не принадлежит. Вот это происходит соборование. Потрясающий процесс. Я говорю, что буддизм это скажем, молодость человечества. Потрясающая вещь. Я даже не удивлюсь, что там Христос обучался у буддистов. Очень многие пассажи похожи. Но обоживание, которое только пришло с Новым Заветом, это потрясающий буддист психологический феномен. Вы сказали одну очень интересную вещь. Вы сказали, что если художник хочет что-то создать такое значительное, условно говоря, значительное, у него не должно быть привязанности какой-то. Конечно. Вот поясните, пожалуйста, что вы понимаете под этим и почему не должно быть привязанности? Что такое привязанность и почему ее не должно быть с вашей точки зрения? Привязанность это предубеждение, что ты знаешь, что что-то хорошее, что-то плохое, ты как бы что-то жалеешь, ты очень много сил на это тратишь. И когда происходит вдруг выстрел, такая вспышка внутренняя, где эмоция совпадает с каким-то желанием, с мыслью, какой-то, ты о чем-то подумал и вот то, о чем ты, ты много о чем думаешь, но вдруг на какой-то мысли тебя пробивает как энергетическая волна. У тебя этого хочу. Но это вдруг может оказаться не связано с твоими какими-то возможностями. Но если ты доверяешь этому и идешь по этому пути, то ты становишься вот, чем вы говорите, понимаете, то есть ты не предаешь свою вот эту вот природу. Но это всегда очень трудно выполнить. Эмоции вызывает у нас то, что как бы почти кажется недостижимым, невозможным. Но если ты настаиваешь, ты как бы идиотским, ну как, помните фильм где-то Ефросиния действовала такая певица из провинции. А, да-да. Не помню, как называется. Начало, по-моему. Она жила у художника, которого играл Папанов. Да-да-да. У скульптора. Да-да. И вот у нее была как бы идея, мысль, желание, сильные эмоции из деревни, вот быть поперной певицей, разить эмоциями, так сказать, огромный красивый зал. И это все как бы выглядит настолько смешной, нелепо, невозможно. Из деревни это доярка там. И фильм магически превращается, что она все выполняет. Все сыпятся вокруг нее, все эти реалисты и прагматики, вот, а она выходит на сцену и покоряет сердца и все это, но через какие-то смешные перипетии. Вот это и есть как бы. А почему так происходит? Вот как вы считаете? Ну, потому что нет, но это как раз, мне сказать, религиозное чувство. Человек идет за вот этим соединением эмоций и чувства, доверяет ему. Это как бы, грубо говоря, это как раньше говорили, со мной Бог говорил. Что люди переживали? Что там реально какой-то дед с бородой спускался? Когда, так сказать, вот слова Бога, там Моисей передавал, Иона. Мы это читаем, это серьезно. Причем это как бы священники рассказывают, очень любят рассказать, которые очень не любят все эти разговоры про ведунов, колдунов, эти слухи, голоса. Вот значит, что Бог с тобой разговаривает именно через состояние. Ты пережил какую-то мысль очень интересную, мысль сформированную, может быть, другими людьми, неважно. Ты хочешь, вот это интересная вещь. И тебя вдруг лично прошибает. Вот это сильно, вот именно на этой мысли. И вот это и есть как бы слова, можно сказать, Бога. То есть реальность соединилась через вот эту вот энергию с какой-то конструкцией. Выполняй ее дальше. Нет, ну она же тронож невозможная. И остается, вешаю ее на стенку как икону, как вечную мечту. Я не могу, так сказать, объехать весь мир. Я не могу, так сказать, признаться в любви девушке, которая, так сказать, самая красивая в классе. Я не могу написать произведение. Я не могу это, я не могу, так сказать, поехать переводчиком в Канаду. Но тысячу вещей не могу и дальше делаю, что могу. Все время мечтая о чем-то. Вот это и есть предательство этого договора. есть возможности. Теперь читай знаки и двигайся. Всегда есть возможности. Все судьбы уникальны. Это в Тибете, кстати, очень понятно. Когда с тобой начинает там лама отдельно начинает вести беседу, а почему вы так вот интересно рассказали вступление, а теперь говорите со мной, как бы, что-то совсем не то, что вы рассказали на вступлении. Это потому, что вам это надо по-другому знать. Я говорю, как по-другому? То есть нет какого-то единого знания. Знание единое, но все пути индивидуальны. Вот вы сказали, что очень важно, что когда человек переживает что-то или видит или что-то хочет, а потом как бы от этого отказывается в силу каких-то жизненных обстоятельств. Но для того, чтобы что-то реализоваться, надо верить в свою мечту. Или как? Или вот иметь какое-то видение. Ну, назовите это верить. Но верить это в начале. Когда ты ловишь этот импульс, когда ты его поймал, ты должен ему абсолютно доверять. Абсолютное, тотальное доверие. Доверься и действуй. Вот просто невзирая на все, так сказать, трудности, на все смешные ситуации. Если вообще не можешь действовать в выполнении своей мечты, просто закрой глаза и говорит, вот Бог, просто сделай так, чтобы она выполнилась. И что-то появится, что будет опять, это будет продолжаться. Ну, это мой опыт. Я говорю, если ты не придаешь вот это соединение сильной эмоции и сильной мысли, которая как бы какая-то спайка происходит, она реализуется. Просто теперь следи за мыслями. А доверься чему или кому? Именно этому соединению. Никогда эмоция сильная не бывает ваша. То есть внутреннему чувству? Да, но назовите это внутреннее чувство. Это ну как бы соединение мысли и чувства. Нет, это ну как бы это искра Божья называется. Хорошо. А какие качества вы цените в друзьях и почему они для вас важны? Вы как человек. Ой, вы знаете, я, конечно, ценю такую, знаете, нераздражительность очень в друзьях. То есть терпимость или как? Да, ну так, значит, это друзья, с которыми очень комфортно. Но у меня много людей, которые проявили эту нераздражительность. Я, так сказать, были разные периоды расхождения, соединения. И теперь я уже как бы я знаю, что я от них могу получить как бы что-то, так сказать, неприятное произойти, но я настолько их ценю уже как бы как людей, как профессионалов, как людьми, с которыми прощата жизнь. Я хорошо это знаю их. Что я могу эти вещи как бы простить. То есть может быть что такое теплоты, нежности, я знаю, что как бы всегда может какая-то гадость выскочить. Но тем не менее я знаю, что я с этим человеком умру, он как бы мне как родной. Я поэтому как бы живу таким немножко охлаждённым, охлаждённой дружбой. То есть если я вас правильно понимаю, в этом смысле вечной. Для вас важно, чтобы люди, которые рядом с вами, вас понимали и относились к вам терпимо, да? Или как? Ну, были достаточно деликатны. Деликатны. И я тоже. Это взаимный процесс. Но это такая, мы говорили же про друзей, про такой почти интимный круг. Ну, для близких, близкие люди. Понимаете, есть вещи, которые, ну, есть форма выражения. Знаете, мне не важно, любишь ты меня или нет. Мне достаточно вежливости. Нет, мне важно, что ты меня любишь, но я говорю, мне достаточно вежливости и честности. А всё как бы священное, необыкновенное, чудесное, слишком горячее, я могу оставить как бы более нуждающимся. Рек, вы знаете, есть такая игра необитаемый остров, когда людей спрашивают о том, что бы они с собой взяли на необитаемый остров. И в зависимости от ответа можно, в общем, с определенной уверенностью судить о человеке так или иначе. Вот у меня есть несколько таких вопросов про необитаемый остров. А какие три книги вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Не знаю. Карла Чапака, наверное, одну. и всё. А какие три картины вы взяли бы с собой на необитаемый остров? Ну, я имею в виду, может быть, классика, может быть, современный. Всё, что хотите. Всё, что вам приходит. Фотографии мамы, жены и дочери. А какие это были бы три музыкальных произведения? Я думаю, что, скорее всего, скорее всего, это было бы и Черния Деви Марии, и Клаудио Монтаверди. Что-то ещё? Нет, это такая очень, наверное, самая красивая, самая светская литургия. И как бы, знаете, тогда уже, ну что, ты много не возьмёшь произведений. Надо брать что-то одно, чтобы оно было вообще несравнимо, как бы, божественно. Ещё один вопрос. Какие три фильма вы бы с удовольствием пересматривали на необитаемом острове? Вы вообще кино любите? Я так спрашиваю, а может, вы не любите? я люблю кино, но не знаю, какие три фильма. То есть они все надоедают очень быстро, очень быстро. Надоедают чудовищно. Может быть, фрагменты вот всех фильмов Триера я бы взял. А что ещё в жизни, кроме того, что у вас уже есть, вы бы хотели достичь или иметь? Такой вопрос в будущее. Любящего и любимого сына. А почему именно это для вас важно? Ну, я не так давно отец. Я всё-таки прожил 50 лет. И первый ребёнок меня потряс своими проявлениями, качествами, то, что для меня открылось. Вот. Я хочу это ещё раз пережить. Это сильнее даже французского вина. А соответствует ли ваше нынешнее занятие, то, чем вы занимаетесь, в вашем самом главном ценности? Абсолютно. Вот именно сейчас это просто я абсолютно в десятку, десять раз. Вы знаете, Лао Цзи сказал, что движение без цели это движение в никуда. А вы? Что вы? Да, так я... Олег, хотите от жизни? Я просто никуда не хочу. Я и хочу в никуда. Мне очень нравится прекрасное, светлое никуда. Вот. Цель жизни это сама жизнь. Никаких других целей она нет. И мне ниоткуда в никуда это, можно сказать, моя цель. А как вы реализуете ваши ценности на работе? Мои ценности на работе? Я, собственно, так, если я пришёл вовремя, я никого не оскорбил как бы похотливым взглядом, я реализовал все свои ценности. Прекрасно. Наша программа подходит к концу, и мне остаётся только поблагодарить нашего гостя Олега Кулика, художника одного из самых ярких представителей движения, который называется «Московский акционизм». За то, что он поделился своими мыслями и своим жизненным и профессиональным опытом. Большое спасибо, Олег. Спасибо вам. Это была программа «Ужин для чемпионов» на радио «Финам.фм» и я, её ведущий Андрей Бубукин. Следите, пожалуйста, за анонсами нашей программы на сайте www.finam.фм. Я приглашаю наших слушателей более активнее участвовать в нашей передаче, больше звонить, задавать вопросы для того, чтобы мы чувствовали вот эту живую жилку. До свидания, до встречи в следующий четверг в 21 час на частоте 99,6. до встречи